Маша, а вот вы говорили о том, насколько полезно визуализировать то, что вы собираетесь рисовать словами, то есть сначала описать, а потом рисовать. Почему, как это делать и почему это важно? Дайте совет. Потому что для меня это лично единственный, наверное, способ сделать для себя то, что я рисую, интересно. Дело в том, что когда ты хочешь нарисовать какую-то сцену, ты часто описываешь ее для себя очень механизированно. Вот, стоял стол, на столе лежали конфеты, булки там, не знаю, батон хлеба. Ну да, хорошо. И что из этого ты нарисуешь? Ну, нарисуешь ты батон, но ты не понимаешь, что в этом такого, что тебя цепануло. Зачем ты это вообще рисуешь? И ты пытаешься сделать эту сцену для себя более выразительной. Я использую такой метод, как просто словесное описывание всего этого, но пытаюсь сделать текст при этом выразительным и интересным. То есть, если бы кто-нибудь выдал мне текст формата на столе лежали булки, конфеты, батон хлеба, я бы не обрадовалась. Никто бы не обрадовался. Поэтому я начинаю думать, во-первых, почему все это навалено? Наверное, навалено одно на другое. Во-вторых, что за конфеты были? Это были какие-нибудь мажорные в круглых баночках мятные хипстерские конфеты? Это уже одна история. Тогда батон был багетом. Конечно же. А если это был Дарницкий, половинка Дарницкого в полиэтиленовом пакете, завернутая такая, то к нему должны какие-то совершенно другие конфеты предлагаться. С этого были бы батончики Ротфронт, либо леденец мятный. Почему не леденец мятный? Может, одна из них... Простите, я вас не слышу. На палочке. Конечно. Петушок на палочке. А конфеты потом, дальше. Мысль начинает, естественно, течь. Зачем разложили весь этот батон, если там половина Дарницкого? Это какая-то конфета обсосанная, барбариска в фантике. Блестящая такая. И это, собственно, помогает подумать о каких-то других контекстах. Хорошо, лежит разлёрнутая барбариска вообще-то и куча богатства. Она пахнет? Она пахнет барбарисом. Химическим таким красивым. И это даёт уже новый виток соображения. Я первый раз... Первый раз я об этом подумала недавно, когда я съездила в Питер. И там рядом с прекрасным фонным Петром, который теперь не выходит мне из головы просто как родной, гуляли, как обычно, ряженый. Какой-то золочёный граф с ног до головы, покрытый блёсточками, и ангел. Ангел был какой-то очень разбитной, я бы сказала, у него висел крошечный золотой нимф. Он весь был распушищен, такой распушной, такой неблагопрестольный херувим, а такой прям разбитной ангел, красномордый. И он ловил прохожих в самой бесстеснительной манере за руку и требовал от них. Я не помню чего, я убежала по газону от него. Вот, я подумала, что эту сцену неплохо бы нарисовать. Взяла скетчбук, нарисовала память на четверть подножия памятника, вполне узнаваемая. Ангел ловит кого-то. Неинтересно. Стала думать, что же спануло. Попробовала записать эту сцену просто в словах. Как вот этот красномордый ангел с рытвенных лицом. Лицо это у него в рытвенах и тяжелые надбровья. И вид такой, как будто жизнь его придавила. Просто вот до невозможности загнала его в костюм этого ангела небесного. И нижние перья у него намокшие в грязи. А верхние, вздымаемые ветром, пушистые, как у голубя, который мерзнет где-то на карнизе зимой. Он ловит несчастных прохожих, а те разбегаются от него. И это очень помогло. И сцена сразу стала буквально как живая. А раз ветер ему раздул перья, значит, был какой-то весь, значит, холодно. Значит, сразу понятно, какой гаммой описывать все происходящее. Что светиться будет только красная морда мужика. И холодная, серая, нева, бронзовый постамент. В целом понятно, сцена сразу встает перед глазами очень какой-то объемный, очень живой. Плюс это может наталкивать на очень неожиданные мысли, о которых ты никогда не подумал. То есть ты думаешь, вспоминаешь, что ангела, кажется, изо рта разил чесноком. Чего бы у него могло разить чесноком изо рта? Стало быть, он что-то закусывал. Сразу встает нехитрая ангельская пища перед глазами. Какой-то борщик. Какой-то кусочек бородинского. И чесночина очищенная. Пол проросшая такая проросшая. И это дает новый итог размышлений, что как бы можно было это изобразить. И вот так каждый какой-то стимул мог бы натолкнуть на новую мысль. Где это было? Чем это пахло? Как это выглядело? Точнее, нет. Выглядело это как раз последнее дело. Вот такие звуки. Холодно, тепло. То есть все чувства, правильно? Да. И каждое можно куда-нибудь приткнуть, каким-нибудь способом это показать. Это прибавит в сцене жизни сразу убедительности. И именно в таких, такие мелкие штришки, в общем-то, и делают общую картину. Если ты поймал, как я недавно поняла, что если ты поймал какую-то удачную, жизнеподобную, убедительную деталь, все, как бы, все остальное сделать, все сложится. Если ты удачно поймал, что кто-то шел в пиджаке, а у него на нитке висела пуговица такая, вот сейчас-вчас отвалится, то остальной образ восстановить уже несложно. То, что это были обтерханные лукова, которыми можно замахивать и вот все остальное. Или это был какой-то несчастный менеджер, которому оторвали на кольцевой линии в 9 утра эту пуговицу. И вот он бежит, ему надо скорее прибежать, прибежать, а пуговица за ним болтается, и он ее потеряет, и потом, ой, как нехорошо будет. Вот. И обольется он с горя кофем из автомата, вот этим за 100 рублей пережаренным. Вот. Примерно так. Отличный ход. Спасибо большое, Маша, за совет. Ну за что. Спасибо. 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 Спасибо.